18 декабря в больницу скорой медицинской помощи был доставлен 35-летний житель Кырена. По словам его родственников, он пострадал во время драки с местными полицейскими. Однако сам пострадавший по неизвестным причинам заявление не написал. Не написал заявление и его товарищ, с которым в тот вечер они были вместе. Возможно, потому что у него менее серьезные травмы, а возможно и потому, что кто-то очень попросил не предавать огласки. О том, что ситуация странная, говорит и лечащий доктор больного. Там история покрытая мраком, говорит, что избит неизвестными в своем поселке. Была выполнена операция по ампутации пальцев на обеих руках. А кроме обморожения были какие-то еще травмы? Ну, были гематомы, ссадины в области лица, тела. В МВД информацию о том, что полицейские избили мужчин, опровергают. Говорят, в сводках факт не зарегистрирован. Однако известно, что с родными молодого человека уже общался начальник отдела полиции Тункинского района. Он предлагал миллион взамен на молчание. Пока вроде бы на компенсацию решали, но не знаю, как получится. Пообещали? Ну, обещали, да. Но он знает ли полицейских, которые его избили? Да, да, знает. Они личностью установлены уже, да? Угу. А они сами признаются? Ну да, куда-то месяц. Этот инцидент с участием полицейских уже не первый. Несколько месяцев назад в Карене был похожий случай, говорит одна из местных жительниц. По осени тоже вот эти же два сотрудника, те же самые, тоже избили каких-то там парней. Но это все так же дело замялось там на месте. То есть тоже не заявление? Да, заявления ничего не было, они на месте все это опять разрешили. Да, заявление почему не пишут? Потому что давление оказывает начальник отдела полиции, Попов Вячеслав Анатольевич. Он лично приезжал сюда, в Лан-Удэ, хотел договориться с родственниками, предлагал деньги, чтобы они заявление не писали. То есть это в руки говорили, что он предлагал? Да, да, да. Сколько денег он предлагал? Ну, говорят, что миллион рублей с каждого сотрудника. Самим начальником Тункинского отдела полиции нам так и не удалось связаться. Его весь день не было на месте. Однако его персону в селе не жалуют. Местные говорят, что с приходом нового начальника выражение «наша милиция нас бережет» потеряла актуальность.